Доброго вечера! Я витаю вас на черговом заседании Вильного университета Майдана Министерства. И сегодня у нас лекция, на которой я честно скажу вам доброго Чикавла. Я давно хотела вас с паней Екатериной Еремеевой. Паня Екатерина – кандидат из речной науки. Она занимается такой интересной темой, как гумор в Радянском Союзе. Гумор и сафира. Если вы помните, это тоже сатирический радянский фильм «Караж». Там есть такая правда, что когда героиня говорит, что я занимаюсь сучасной радянской сатирой, героиня говорит, что вы занимаетесь тем, чего не исходит. Но, тем не менее, сатира и существовала в двух ипостасиях, официйно и неофицийно. И перед лекцией я сказала пані Екатерине, что, на мой взгляд, сатира лучше бывает эпоху, чем спогади. Потому что актуально люди смеются именно над тем, что их чипляет, что их торкает. И они не будут смеяться над чем-то штучно. И так далее. Поэтому даже лучше эпоху обучать за анекдотами, чем за спогадами. Потому что человек, ну, цена, биологи про это рассказывают, что спогади могут появляться, что человек радует не то, что происходит на самом деле. А историки могут сказать, что иногда эти эпохи конструируют свои собственные спогади в книжках, в фильмах, и рассказывают совсем не то, что происходило с ними. А вот анекдот брикады не может. Потому что то, что расширяется среди людей, расширяется от одного до другого, это точно рассказывает правду. И вот, власне, как правда была в Радянском Союзе, мы сегодня познакомимся от пани Екатерины. Ну, что касается анонсов, тут у нас все-якие форс-мажоры и все-таки и другие. Поэтому мы сберемося с вами в последний четверг перед Новым годом на святковое заседание, как сейчас мы с инотекой отзвятуемо. И потом мы встретимся в сечне. Я сподіваюсь, что тут присутствует пан Дейнека. Мы встретимся с ним. Мы тоже начнем с историей. Ну и далее будем потрохи просуватися. У нас там много интересных тем. Слідкуйте за нами в присутствии. Наша группа – Вольный университет Майдана Монітура. Ну и, власне, передаю слово пані Екатерины. Пані Екатерины, дякую. Ну, все-таки вам, возможно, познакомиться. Дуже рада сегодня вас приветствовать. И дякую за запрошение. Так, тема вона не просто старается. Само тому я очікую, что не все будут согласны с тем, что сегодня будут рассказывать. Очекую очень много вопросов. И, возможно, кто-то не погодит со мной. Потому что гумор – это сложная оружие. Это очень сложная оружие. И вот, паня Екатерина, так очень лучше, потому что началась сегодняшний наш вечер. Люди заприкали Третьяне Фёпро, как вы, как вы говорите, по-какому Грюкчукчу, которые сидят, сидят с пандалетом на такой сходе. Они свисли дверь своих ног, там, крабанят их в экран. И один одному каже, а давай разповедать, а не будут. А вы попитаете, что политические? А то же даже не, если политические, то нас зашлюнуть. Ну, то я, дуже рада, что сегодня ему врештю-рештю политическая ситуация, так говори, дозволяю нам поговорить такие темы. В том числе, когда я сегодня поговорю, мы еще и по-другому. Так, я к ней так уж и смою, я капитину, так и обительную формату. Вот же. Перша такая. И, взагалі, те, то, что я сегодня собираюсь говорить, чаще представляют как голос политический. А что это такое? По-перше, с этой темой я начала цикавиться, что есть политический голос, я была такой юной студенткой, и, ну, тогда я не смогла ответить на это вопрос. Я, правда, скажу вам, сегодня я не смогла это сделать и здесь. Так, потому что, что такое политика, и где то есть голос. Отже, есть несколько вариантов, что такое политический голос, как и Медведевянский союз. Ну, отже, давайте с вами подумаем на это анекдот, и давайте рассмотрим. На листанции есть картина Ленин в Польщи. На картине шалаш, с которой встречают две файлы техники, чужие и женщины, новое наружие для женского и русского и пояснения гита, где Ленина, Ленин в Польщи. Я хочу послушать вас. Это политично? Нет. 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 Ленин в Польщи. Да. Да. Нет. Нет. Я хочу послушать, смотрите, что это политика. Здесь есть цель. И политика памяти, и изображение какой-то истории радянского и радянского мастерства, и какая заоруженность и постоянно и оборудование темы, что у этих целей наши жители, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, на самом деле, цель, очень классная и что можно было думать, что так и иначе? Хорошо. Само тому, многих, с которыми я разговаривала о политических анекдотах, не сказали, что в радянском союзе або и в Закониннику, або все были политические анекдоты. И так же иначе и отображали реальность, над которой люди просто смеялись. Ну что ж, нужно тогда посмотреть, что за гражданин гуковцы думать о том, что был гумополитический или не был. Отже, один из самых активнейших захватных последних политического гумора Радянского союза это Пан Денис Рістян. И так вот, он заказал, что есть гумор схитный, есть гумор сахитный. Только не питайте, что его сходом и сходом сахитный, потому что его работа это не очень так и последовательно. Но можно понимать, что сахит это капиталистический а сахит это социальности. Так вот, он вважал, что на западе ситуация нарушает жадий гумор. То есть, про тупых поляков, например, про жадебных евреев, анекдоти про жадебных евреев есть всегда, так же, как и евреи. Например, это анекдоти про немцев, которые очень идентичны, про американцы, которые очень сильные, то есть активизируются эти этнические стереотипы. А вот на Сходе очень жесткий режим. Очень жесткое существо. И именно на Сходе существо жесткое и там будь-який анекдот становится политичным. Даже когда он приходит. Ну что ж, это такая думка. И что паня историарь, которая написала книжку, проведенная с посмехову культуру. И вот она написала себе на первый раз, что в радянском союзе анекдоти были почти все политичные. Почему так не объяснили? Андрей писал и про радянские комедии, которые были очень уважены. От же, вопрос открытый. И поэтому, когда я уже решила написать своё мнение, я очень много жалов, которые мы можем полицировать и так далее. И на самом деле это мне очень помогло. А, же, политика трукается в любой сфере существа. Политика сама по себе является пробежным ланцемом между конечным и серьезным. Она не может быть а не таким, а не таким, а не таким, а не таким. И именно поэтому она является таким нескольным, конечным и серьезным существа. Так, давайте дальше двигаться. Италия очень честно. Чи смеяться? Чи смеяться нам с вами? Чи смеяться браденским людям? В Италии, здаясь, очень невероятно. И так. Италии, это очень много людей. Почему? Потому что смех это природная людская качество. Когда мы смеемся, мы становимся людьми и мы становимся схожими нам, и очень много контекстов, когда мы смеемся. Смех это наша литальная лиса. То есть мы не будем общаться, что человек может смеяться, что она смеется. Но, как и не дивно, в Российском Союзе после революции это питание про наук голоса. что это немного много вопросов было, но они были. Это было очень показано. Радянская людина кто? Революционер. она на самом деле должна создать святую революцию и это серьезно. Но это не до смеха. Правда? Тобто жаль это серьезно. И это как парадокс в часах. Он так ровно сказал, что это смешка без смеха. Або смех без смешки. Або смех с удовольствием. И так далее. Давайте более конкретно посмотрим на фразу Джорджа Орелла в его антротопии 1974 не будет другого смеху крим переможного смеху не будет. Это конечно рафинованное антиотопическое общество где естественно смех не может быть. Где любое свое жизнь пытается корректировать и предположить под загальность общественного 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 и так смех может быть под контролем. Ну по-другому а что ж радянский народ и вы не объявляете ли вы начали с этим дискуссии? а что важно смеяться радянскими людьми? Лучше мы видим, по-перше это Настраубер, который написал свой скоменый про культуру 20-30-х в начальстве и так он в своих проговах даже удивляться что радянские люди смеются как пану вам смех просто несбагненно в месте в каком погрожено жизни и пану вам смех но не будем приближивать скажем люди не разучилося смеяться как же так они за всеми правыми другими выросли это он часто он говорит что я часто чую смех мы живем в голодной таковой нещодавно дерево на шмати но я часто чую смех я вижу смех на улице если смеются я чую скотисты реаги на фронте в декольких верстах отместя где велася кровь что это за смех ну они повышены что это они просто констатуют факты а динские выросли что с этим вот дискуссия до чего это смеяться надо но смеяться нужно особо нужно шарбон и шарбон смех как это серьезный смех это смех вернулся как как и с с смех ревотом над переможным борьбом так смех не будет добиваться он будет добиваться буржуи и мы воюем пожалуй уже орвен все так так нехай смех смех это не оружие партии это мое ману мудрые мудрые это мудрые 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 А что с развалами? Ну, с них же им заходи мое будущее для развала, правильно? Потому что, когда мы с вами сегодня, димусь, а что смешное будет в этом выгляде, мы предусім намагаемся отбушить, отбушить, забыть сегодняшний день, не якость так лидер фоксувати, что с нами отбывался. Не развалить. Ну, почему? Ну, потому что это уже не родительский язык. Радянские культурознавцы, они даже подружают краинами Запада. И спостерегают, как смеются так. Тобто, какой смех должен быть у нас, и какой смех должен быть на Западе. Какой он там есть. И они констатуют, что наш смех правильный, он выховывает. А что на Западе? А на Западе не правильный. Подивите, что там на Западе говорится. Они, взагалі, пригодшают, как свиньи. Они не могут нормально смеяться. Они просто отримают здоровье. Так не могут. Ну что, что сварить, так что сварить. Не надо, так не надо. Но, взагалі, это сказали десь в привладе. Так? Это были привладные думки. Те, кто творит культуру, официйное мастерство, и так далее, и так далее. А что за гречком радянской командировки на такой доску? Смеяться или не смеяться? Но, снова же, такая абсурдная питания. Я думаю, что раньше этого не было. Но это немного больше. Вот. Есть такая чудовая концепция фиософа Бахтина, которая сделает такой концепт наукообразный. Это культура карнавала. Что такое для нас карнавал? Она социализуется с бразильским карнавалом. Для них все очень весело и яско. Но они любят этот концепт из другого материала. Действительно, в среднем речке. То есть, в среднем речке общество, что это такое? В социальном плане ты не милен. Ты имеешь четкие межи своего социального развития. Ты народжаешься селянином, потому что твои родители были так же селянами. Ты народжаешься феодалом, потому что твои родители были феодалами. И так далее, и так далее. Есть влада, есть простой народ. Влада, она монолитно серьезная. И официальная культура монолитно серьезная. Это касается средневектора. Потому что в среднем речке официальная культура, будь-яка, будь-який проявок, это культура, которая имеет дотик до церкви. Правильно? Тут я не скажу. А вот что народ? Так, он и другой. И народная культура – это культура смеха. Культура карнавала. Не всегда можно было смеяться за часы средневектора, а мы были моменты, когда все же такое можно. Это когда начали свята. Мы могли надернуть маску. Надернуть маску епископа. Мы могли надернуть маску феодала, священника. Так, будь-яка, кто имеет не два вклада. После этого вы могли сделать это, которая с вами на карнавале все еще забудет. Жбурнуть в него помидором. Чи могли бы так сделать, когда он был в реальном жизни? Это с реальной липцией. Она была, что нет. Так. Вы могли бы просто сделать какого-то такого смачного дара, цьому феодалу, який дерево застрижкули. Так. Чи могли бы просто сделать так? В реальном жизни не не смогли, а вот в культуру карнавал могил. Ну, на самом деле, как вы видите, карнавал у СМИ и ДОСІ. Он из элементов с современного карнавала. Как вы видите, политика вернула и тут. Это карнавал в Италии. Кто это? Я. Ну так. Ну, знаете, что она. Она как раз так одягана на метах, как всегда. Ну, она немного скромнее, но тут она явно не про себя. Ну, тем не менее, карнавал, он позволяет сделать с ним еще что-то угодно. Например, вот так делается. Сделать ей не характерное, а расслуживающее. И, в целом, как раз над нею карнавал посмелиться. Ну, тут, в целом, цикавый сюжет и цикавая история. Это, в целом, карнавал не меньше, ни тара, который мы видим. Ну, в целом, мы не видим. Как раз с ним также приходят до души этот сюжет. И они также правят его поговорить о карнавале. Так. Что когда вы клачете на дату, тем, честно, что мы видим здесь? В целом, что мы видим здесь? В целом, есть такая думка, специалисты, которые подружают карнавалом. Он считает, что на карнавале сучасных можно было много чего видеть. И, в целом, это очень интересная политика. Они очень интересная политика, на отличие от нас. И вот, возможно, где-то там видят Путіна. Я дещо вперше, так? Но важно. Так. Ну что, друзья. Повертаемося до эфицийной культуры и эфицийной культуры и эфицийного смеха. Вы сейчас не понимаете, этот текст серьезный. Я уже вас прошу. Этот текст является сатиричным текстом, и как раз он есть ответственность на такие синтези, что нужно смеяться серьезно. А слово эфиций нашего смеха полякает в том, что он должен быть власти. Я считаю, что смех двоих или четырех людей, а еще более, обурлый смех эфиций заранее не допустил. Наймай не могу это решить, но смеху нам одинокам, потому что такой смех совсем не поддается в никакой квалификации. Я считаю, что смеяться нужно начать с 15 лет и под наглядом исследовательного керевника. Ну, конечно, это абсурд. Абсурд – это невидимная часть культуры. Но он не смешный в этом случае, потому что были жиновники, которые пытались взять народный смех, смех приватный и властный контроль. Что мы тут видим? Церкви – это из-за того, что политики, можно власти, поменяли народную культуру, которая может сделать, только что-то такое. И что же делают? Вот так вот. То есть, мы переменуем культуру и ставим ее под свой контроль. А мы намагаем все это говорить, и где, конечно, это так? Так, идем дальше. Отже, чему же мы тогда скажем, что радянские люди – его приватное життя, суспильное життя – життя на людях? Взагал, это единственный этап социализации, или женщины, просто люди, и вон она погодится по-иншему. Там, где она есть на людях, и там, где она есть в приватном сердечке. Так? Это очень часто разные люди, потому что то, что мы делаем дома, мы не будем делать десь примечать с другими людьми. Отже, ну, кажется, что это не важно. Так? Но, с привода радянской люди, историки слушали, так? Что было такое життя приватное радянской людьми? Потому что это питание дещо абсурдно, потому что оно завжди есть, а именно абсурдно, потому что в радянскому сути могло быть все. Отже, как мы видим, это у нас такой судьбе и вот все же это им показывают. Радянская людьми была под контролем. Это очень нужно контролировать все. И тут нас великает такой поворот на историографию. Она была тоталитарной историографией родянского суспільства. Это историки, которые пытаются показать ладянское суспільство как так как как государственную систему, что он описал. Это суспільство социального контроля. Горла это были карманы, были которые позволяли судьбу не можно это не это первое. Это первое. Это ревизионисты, которые возникают позже. арти и так далее, которые пытаются увидеть в таракинском суспільстве что они были такими другими. Простые граждане были активными. и просто родители строительства 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 и это возможно. то конечно и раз война между тоталитаристами и телевизионистами и было у меня одного разу очень доказательство с человеком, который поддерживает тоталитарную школу медицинской историографии. это уважный профессор все-таки меня выслухал, мы не шли в наших поглядах, но все-таки как вы увидите вопросы. Что до официйных и не официйных жертв. Так эта тема не новая, эта тема знана и вопрос что радянская культура официйная и официйная и аналитика. Так я сегодня про меня рассказал вам статус жертв как правду про радянский социализм. Это восприятие жертв как послания простого народа до других. и они действительно правдой. Потому что если над жаром начинают смеяться, то это все-таки правда. И другие исследования как фирсов, леварда, аккордин, они считали, что все-таки манулит радянское суспільство пришло к коллапсу. Радянская людина была спокойно на кухне дома в комнате собирала сына. Она спокойно голосовала за все, что скажет партия, коливалась с линией партии, дослухалась до и все. Она могла сделать карьеру, но дома была другая. Дома могла рассказать жарты, рассказать, что партия не имеет квартиры, а есть квартиры. Это естественно объект, знаний социолог, который приехал в Америку и вообще считал, что родинская человек болит от общественной жизофрении. Одночас могла думать о одной и о другом. Это запозрение домов Орвела, потому что первое будет как думать как человек может подержать участок и что влада хорошая, и у нас с этим живы. зимов на условиях существительной жизофрении выводит инший вариант как и после этого я сам смог поезд союз союз и не просто доля если будет интересно с отже кисов которого мы уже с вами с вами разговаривали взагалі вважав что ни с жадянскими громадянами та просто владой была така собі угода это сформировалось около 70-70-х до того, что вы вдома можете сказать что угодно про владу но не в голос вы можете вдома разговаривать любые жарты на работе когда это никто не слышит вы можете сказать что угодно думать что угодно но в жодном разе это не публикуйте и не говорите грубо когда вы ходите на площадку потому что мы иначе у нас поставили это а если вы это не будете делать то пожалуйста нас это не стосуется это уже лихие откроется концепции така соби угода с дьяволом и и эта угода с дьяволом она дозволилась с точки зрения фиксово за период происнователя детского суспитства довольно долго и период застой был добрый ну и далее это всегда правда кто то мы с вами сегодня обучили из тези это правда и давайте с вами призупнемся на тези что мы живем все ну смотрите мы с вами будем сейчас рассмотрим правда и как оно там все взаимодействовало а вот например Грахам это американский дослежник Ирика Верн который считает что радянские анекдоты они возникали в среду радянских людей и вот эта автология радянские так ну не просто так взагалі радянские люди они были в одном дискурсе с мужглопатцем они чули певні тези идеологичных сентенций и они как-то их рассмыслили и пытались концептировать ну давайте поднимемся на более конкретных приколах чем мы с вами сегодня будем заниматься конечно расследовать радянские анекдоты и радянские сады официальные то есть та которая проводила цензуру и которая была доступна для широкого загаду например в Азербайке Усков конечно дефицитов не всегда но все же так чем была представлена Радянская сада мы будем с вами сегодня говорить о кинопомедии будем говорить о вадянские сатирические журнале в первом школе это крокодил чаян их было много они были в каждой республике и крокодил я в такой себе вот и конечно это будут у нас с радянской политической анекдотой с чем началось мое исследование политического оборота убрала долг убрала долг до меня не пришла что это тяжело как историка я поясню потому что фольклур и фольклур и фольклурный текст его тяжело скопить фольклурно 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 их датировать а историка это важно датировать это понимаете из каких обстановок возникает текст и как фольклурно его это 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 было официйно санклурно чем оно мне понравилось потому что уже год и автор все понимали но последние несколько лет мне понравилось потому что это связок социфология привлекаем с неофицийной социфологией создастей между официйным и раз Friedman или не мы представим что Champions институт кузичак перец народной жатви или грудин а от кузичак не и мы можем сразу их друковать на своих сторонах. Начинаем просто скрыть и потом понелезать. Вот же, как вы видите, за какие-то свидетельства, что там срок 3-го, то мы им не выигазали. Как вы видите, поэц Украинский журнал «Сатерлка» умолы выпускаются за часы войны и так табликували какие-то такие народные частицы. Чи то есть вагаусами «Сатерлка» то есть, правда, их собрали неведомо. Есть хорошие исследования Мельниченко, которое объяснило, что гражданская власть стимулировала Саберикой собрали народные анекдоты о нёмцах и опубликовали их специальными направлениями. То есть показать, что народ на самом деле выбирается, народ не хочет, народу не понравится нёмцам, они смеются над ними, и нужно это повышать, то есть объединяйте еще несколько масс на основе этих жертв. Так, ну, в принципе, такая себе половина другая частивка нёмця давим нем, их крушим пройдет час священ задуша, ну, может, какой-то представитель народа и выгода, кто его знает. А вы должны было показать, что мы, разумец народу, мы вас не и довезуем. В жодном разе. Мы, наоборот, намагаемся использовать ваши жертвы. Мы одни из вас. Нам можно доверять. Вот же. На этом яскравлю приклади, взагалі в этом, так, это размещение малюнки, как тут вы можете побачить, художника, там такой Кава, Зима Кавера Радовича, в журнале «Пылец». Он их малювал, как я говорю, в журнале, на Венулю. И сможете показать, у нас это карикатуристика из народа. И в этом нам можно доверять. Мы не намагаемся это спроваковать. Поделиться, сам народ, и он намагается с ними бороться даже за своим смехом. Отже, что мы видим? Мы видим, что официальный выбор намагается как-то на то, чтобы пристосоваться к народному выбору. Он намагается его использовывать. И намагается надернуть на себе маску чего-то народу. Почему так? Вот такая вопрос. Я взагалі, воно сфер виснувало ниж собой, официальный, но официальный. Воно комплектировало, воно как-то сфер виснувало, взаимодополвало один одного. Насправді, мы провели такой гарантский проект. Это было испытывание и они начали седковышним громадян Радянского Союза, и они уехали до Амургии. Авторы этого проекта намагались сфер виснувать, как за гарантией с Радянского Союза ставятся до Радянского Суспільства. Все, Радянского еще там не было. Так вот, воно было трошки сдимование, уже радянские люди воноются в 30-летних и казали, что там что, нам требует доброго жителя и все будет так, как я. Нет, там было очень плохо, сталин плохой, мы не доедали, было бы много людей, было бы все работали, но, как бы он был добрый, нехай бы все осталось. То есть, можно было бы видеть, что массы были довольно пассивными. И они задавали вопрос, какими засобами информации они использовали витейными или не витейными. Так вот, в случае с нижчими прошивками населения, они использовали официальными информациями, газетами, радио, и часто плитками, чутками. А вот, что мы будем говорить о высшем прошивке населения, ну, национальной интелегенции, кубличные и политические действия, они часто виски использовали не только официальными, а часто неофициальными джинерами информации. То есть, они доверяли очень часто народным каким-то посланным народным информациям. Так вот, давайте мы официдарьи побачим, как же там спали слова официальный и официальный румер. И где же там бухтует Если одесская влада она собирала анекдоти против німцев, то против лейжного страны она також не спала, она також вирішила использовать народную муну в борьбе с большевиками. Так, ця збирочка вона складалась за часи війни, окупації. Автор неведомий, кто и был таким збирачем народного культура. Так вот, они збирали антрадянские мультуки, сделали збирочку и и решили, что они публиковали это в Неносавице. Отже, как мы видим, что большевики с ним сделали? В Золуническом святой Евреи долго рассматривал верблюда, которого я уже не видел, а потом сказал, что с ним сделали большевики. Чем эта сбирка уникальна? Антарадянские люди должны создать сангуни, в общем, он был створенен, без миши, миши, с рукой верфином. Тогда в народе потихоньку заговорили о четырех добавлениях шести условиям стали, а именно солнечное отопление лужное освещение, заочное питание и родовое молчание. Вот так топтало! Сми вторым органом закрывается такими такими зброями координарными загальными спосуджениями. Давайте сейчас объясню что мы начнем с конфликта. Официйного и неофицийного и неофицийного очень часто это было на уровне сюжета и как предупреждается как и неофиций и неофиций как перцы и часто представляли тих, владеет. Тих, кто имеет мандат неофиций и неофиций неофиций это может неофиций но это может неофиций складается вражение что проблема как связана с ним в группе кубитство и так далее это украинство он прийдет гадный партийец и все будет доброе и родяец камбана будет основат этот проблем и мы видим анекдот а мы видим что в анекдотах або про цели плани або конкретно венцеки и чаще про официй не чипал за что прежде потребуется маршала Родина Родина с людьми и не однажды не однажды не нет не нет то есть влада означает одним словом и у нас образ чьего-то единого которое намагается нюхеровать Чи есть связок между официйным хумором и неофицийным ну на первый поряд они все разные но я сегодня рискну сказать что официйный хумор напрямую на создание это это анекдот давайте попробуем мы тут видим единую массу если мы поговорим про цельского города и так так мы не знаем кто это мы не знаем имя 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 не но у нас в любом разе будет складываться что это единая сера масса и вот она перекочевает сюда или здесь есть связок между этим и кто знает в этой массе он будет очень 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 это сюжет знаний в любом варианте гумору это у нас как его изображали часто в журнале ЖТП так будем с вами сейчас так это страшная отбора расизм колониялизм фашизм которые ругают свитом и ограживают остальное множество и я это уже не не и во время перебудования он такой был другим варианте в кинок но сейчас а что это духи загнивающего захода загнивати то он загнивает а мы запустили трех американцев на луну давайте демонстрируем эти сюжеты знаны фразы что загнивает вы должны видеть как он загнивает и эти слова они попадают в народную анекдоту так это концептуализация политической идеи на посяк данного ремонта как представление формы ну можете зимой сперечаться но если мы берем что-то официй ридорик и не ретю мы не сперечаться с мы все это анти-теза и они не могут существовать антифизор далее запустили трех американцев на ну конечно так что Россия это большинство на на наших землях так вот это не происходит даже мы запускаем американцев на луну и завалить его знову ж таки как бы не существовал абсурдно официйной риторики не было бы спротив спротив знову ж таки залежать от официйной риторики и все это понимают это нам дает сигнал маркер что народ засвою политические концепты которыми есть газет журналов скило телебачения иначе что может быть они существуют в этих текстах и их риторики и она потом выгнает на это не совсем но в моей уяве эта ложаль до официйной довольно не совсем помимо но она помимо с так что нас дали о споживании это песня радянской эпохи потому что есть радянское социалистичное споживание это тема для антилутопии например Стругацьков и так далее а что мы видим это дума про на вар как мы видим тут у нас есть создание споживательского идеала радянской женщины что это споживательский идеал ну почему бы радянской человеку больше всего хотелось это конечно относится радянской женщины потому что это дом как мы видим двое это особенный автомобиль и попробуйте что тут я не смотрела и я не могу понять что что тут хочется людей на всем партнере это какие-то фельские 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 лунские а диваны или что мебли это может это это не это не это 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 мебли на районе то за кого надо ходить за то за кто кто куда им я с далее цена же радянский анекдот то на то что была такая ситуация что человек заходит до ювелирного магазина поделиться для него подходит милиционер только вы не 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 понимаете я ювелирными виробами милуюся просто мистерство милиционер ему каже что я не могу купить а милиционер ему заходят простые люди иногда купуют кто кабачки кто двоя и на этом месте велика смешка что ситуация этого поветания была самая просто перферет только официально очень дякую за реплику так это такая полукация номинал официально и официальный комор навыть далеко навык радинские люди споживача а это было безопасно для радинской системы так идем дальше пока что вы посмотрите почему она тут спочатку официальный комор намагался выховывать людей быть оружием бороться с недовольками но как изгодно возникает вопрос может доводить или доводить и вот начали договорить сейчас как вы видите насколько увеличивается количество самых маленьких тестов спочатку были маленькие филитоны герких розгромнивали таких плохих полгоспе и так далее а потом начали маленькие смешные анекдотики частинки то есть что подобилось радинским монетам выходит из листей которые писали аргенские громады это даже просто что-то что-то нам это очень нравится изображение почти та же ситуация но это вариант указан то есть он начинает обеспечивать его конкурировать с ним а нужно потому что на самом деле ты читача не сможешь вернуться что-то это новое рубрики у журнал это название народной усмешки почему сидеть в архиве и посмотреть как обговорили что нужно открыть народные усмешки там было очень много вопросов это небезопасный материал потому что он не контролированный мы покажем что мы приходим к народу гумору и что это будет дальше но не но он не будет но они специфические то теперь вопрос есть тут есть вот я сейчас смотрю не 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 это классический побудовый а не что я не пойду за романом он не не он не тут даже нет что могли сказать это все политические вы знаете папина мой пятилочный сын а что если он уже не вопрос что то они были очень важными они давали что но оно было поза контекстом политическим чтобы не дать то Боже за ромнили какую-то непосредственно думку с народом но вы уже не старались с народом так а вот так мы проходим до цикавых сюжетов официальный официальный номер он а инкули напрямую в цей диалог отже я не бачу но это интерпретается знаменимом ласло дружиному 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 америку и на заднем дружиному дружиному америку не укрыли не укрыли и может та самая вантаживка то мы видим эти два сюжета то мы видим эти два то так может это та та самая вантаживка занятута что тот кто критикует тот сам не здатен ни на что а здатен лучше критиковать газ это мое как вы видели найдут без пояснений то понимаете его как хочет он выглядит и маленький я хочу увидеть его на странице но он так а это уже перебудова когда официйный дискус не то что уже он просто начинает идти вновь разом с официйным номером они слушаются и видят прибыль то что мы тут видим анекдотичную величезную черву если можно прочитать в телеграме начало очереди универмаха сообщите что дают так значит последний подпись последний ну понятно зрозумимо звезды не нужно что дают так и одразу он уявил несколько анекдотов что дают дюмак а это что это нужно подпись намазать неважно так ну и звестно анекдот это просто для приклада что это такое много голев из духа яйца маленькие червы за яйцами ну тут больше людей и больше чем когда все так так и и и как вы видите это это как один самый смелый и московский дед что это зеленый пахнет как как вы видите это народная не а это 70-х лет я уже не фиксировала а это просто и это просто симбеоз не сближается еще один сюжет из этого например это спитают Брежнева а как мы смогли развести продукты по Агентской союзе так как мы все привезем до Москвы а люди сами все все будем развести по своих домах и это до конца как вы могли увидеть в журнале Одинского союза рекламу Ролл Гурджо Юра и Лехи А вот оно уже есть это 1888 и это потрапление Америки до Радянского и ее начинают просто давайте немного выглядели до вот так и Ролл Гурдин так они прикрепились до а теперь рухаемся до Юра и Хим и что же там в этом текст вы не прочитаете поэтому прикажу словами там просто вражение удивленного человека удивленного журналистка который отведал концерт Юра и И он вообще парень нормально это нормально и вообще это нормально так и потом он поспелковался с членами этого гурта говорит что люди очень открытые они смотрят но почему их не пускают это они понимают почему так в радянском союзе но это не так же так и на остаток это уже сатричный арткор когда радянское суспільство трещит по шагу что-то приховывать кого-то уже не может а литинские сатричные видения когда начинается гласность они начинают критиковать владу суспільство они правильно не могли это делать потому что сатрира должна быть сатирой а она просто втратила сатри и они включаются до этого на многое позже они потому что вы понимаете какая ситуация в Украине с нашим первым секретарем так вот они просто показывают все это радянский номенклатурник который имеет продукты радянский народ который имеет продукты и его 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 и его очень много в Украине в Украине 80-х негативируется и ну это не так это совсем кто это что это это то что что это негатив так так критика политической системы оно расширилось 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 и то это это не что они могут подарить подарок нашим и Америка а у нас нет он не не может он приходит на кухню от его от его от от его от от с социей на целая сейчас обновлении в рогинском союзе что ты закинчиваешь только Я просто хочу ваших вопросов. Напомню, в Российском и Российском Союзе, конечно, в целях выполнено функции выхождения, виктринации, оружия. Например, есть такой очень хороший исследователь Крамши, который сказал, что всегда есть понятие легемонии, тех, кто имеет владу. Так вот, те, кто имеют владу, намагаются прощепить звичайным команданам какие-то концы и понятия о собственном договоре. И чем непометнейше проводить процесс эндоктринации, тем лучше, как сделать эндоктринацию очень непометную. То есть люди начинают заслуживать эту непометную договору. Ну, напевно, за документами таких картинок, как мы видим перед этим. То есть смех, он, в самом деле, не ассоциируется очень часто с вами. Это что-то окремое, посередковое, антономное. И именно поэтому мы не помечаем, как засобами смеха, нам что-то исключение, какую-то диму, которую мы потом начинаем вытворивать, концепторизировать, и иногда даже створивать диплом, смеха. Потому что здесь мы принимаем увагу, что все эти анекдоти и выгодовцы рута. Так вот, идем дальше. Вот это график. А что нам скажут, например, ищи дослідники, есть такой Джеймс Скотт, который говорил, что существует два литроти спротива, это «посерденный» и «справжный». «Справжный» – он самовидянный, организованный. А «посерденный» – это анекдотики, жартыки, то это – зброя слабких. Так, когда мы начинаем вытворивать влагу, за диплом, они ведут, мы попадем в себя, как слабкие, потому что мы используем и дополнительную оружие. Так важно чувствовать. Так вот, какое становище занимает вообще официальный гумор в этом сложном вопросе? Он мог конкуровать с официальным гумором, мог брать его под этот контроль. Но это было очень тяжело. Для того, чтобы контролировать официальный гумор, он мог бы сквести себя в эту альтернативу. Быть одновременно похожим на него, чтобы его также воспринимали, и одновременно не похожим, чтобы люди на его основе могли как-то так себе строить на основе тех жертв, которые официальная культура производила. Это очень сложный и очень сложный шаг. Круп он мог просто все зерсовать. И так оно и происходит на самом деле. На самом деле так и происходит уже на противнице Радянского союза. Когда радянские садричные видения, они просто больше не могут строить себя как вторую партию. Они отказываются от этих дискуссий мира. И в независимой Украине даже не могут найти свое место. Потому что уже наостану приходят совсем новые жанры, совсем новые формы гумора. Они не выдерживают конкуренции с интернетом, 95 кварталом и так далее. И перед закрывается. Крокодил, который приходит на глянцию, с другой стороны. И опять же таки заинтересован. Чего? А чему користен цей, всегда, не спротив, за такими анекдотами? А вы, кажется, так много. Почему? Потому что, когда вы говорите, вы берете на себя какую-то дискуссийную роль. И если вы говорите антирадянский анекдот, даже если вы не поддерживаете господина измиска. Просто смешно. Ну все. Вы все равно берете в этот момент, в этот момент, всю дискуссийную роль антирадянского обосновывающего. И вы накопудчиваете себе в себе этот потенциал. И уже на конец периода преподоби он настолько выдух, что просто радянская система обманывается с углом антирадянского дискуссийного. Я душе дякую вам за увагу и душе прошу вашу питанию. Я поделаю душе дякую за вашу рейд, для того, насправді, є бюджет калоруси Южна Блейтса, який вважаю, что в уморах так азброянно-деспечна самому. Винку перше спрямованы пилоти Можноватцев. Но если мы смеемся с Можноватцем, то мы эту агрессию не сублінулись. Мы смеялись, и все, но после потенциала обманывается. То есть, с одной стороны, умор, где сакаризирует, может быть, кто-то делает их уже не такими значениями, а с другой стороны, он продолжает их действовать. Потому что надо, что делать, что делать, что делать. То есть, Квенцин Гумарь, он сам становился. И, может быть, другую часть моего реплики, что с другой стороны, общество, то самое, сказать, что свои гумы тоже упростовали чисто как оружие против правильного режима, и людям было все же таки все одно. Надо же смеяться, просто им было... ну, смеяться, не смеяться, не было ни сусида, а может он посмеяться, просто над выбираем, кто-то навыкнулся, обороняясь смеяться над собой. И над Вольнину в Польщу. И над Вольнину в Польщу. Так. И у меня был проект основной исторический, который я указывала тех, кто поменял, что из Родинского союза и про какие-то дути они рассказали. И, снова таки, поважаемого профессора, который поддерживал планетарную парадигму, сказал, что мы рассказали. Ну и что? Как? Эти анекдоти, ну и что? Вы же на Крыму были против Родинского союза? Да нет. Ну смешно было, анекдоти, посидали, и что если? То есть, у них не было такого значения, у них очень часто простые граждане, простые граждане, они рассказывали что-то, не забывающийся в литричный комисс. Но вы не знаете, потому что это экскурсивный рот. Это и момент выиграетесь в Антре Родинского. Просто играетесь. До речи, я могу заперещать профессору, снова таки, анекдотом. Один из популярных анекдотов в тех временах, ну хоть много кто его знает, это как командировщики в отеле, ну не в отеле, а потом там разстинятся, они сидят в вечере, пьют чай, рассказывают анекдоты, и один решит всех разыграть, вышел, домовился спокойно, что нам принесли чай, потом зайшел и поднял попельничку и сказал, что, товарищ майор, такой-то номер, четыре чая, пожалуйста, поставьте. Ну знаете, да? А потом, значит, на ранок приходят, всех забирают, кроме него, и он когда говорит, а как, а мне чего? А, товарищ майор, ваша шутка спит, и мы все по-другому. То есть, что, то есть, то есть, было много жалких, что там, каждой компанией один стукач, а не то есть, что Вася успел петь, когда двое сидят в камере, мы рассказывали анекдоти, меня посадили, а Васю не чего? Ну я там пошел на ранок сдавати Васю, а Вася стыг бешен. Ну и много еще такого. Тому, власне, чувство опору было, чувство деконструкции было. И что касается десакрализации, вот тут, спасибо Александру, я сказала, что тоже крутаяся думка про десакрализацию не только власти, но и действительно идеологии, потому что я написал, например, великий пласт анекдотик про Васю Гайфакт. И это был официальный радянский герой Чапаль. Иснували великий пласт анекдотик про Штіруйца, который был тоже героем, разведником, но его тоже десакрализировали. То есть, официальный пантеон десакрализировался. А, например, это тоже будет не очень простой анекдот, но я, например, прозвища Политбюро запомнила через анекдот, причем он тоже с большой критикой, но он именно про десакрализацию. Когда звонит Брежнев Картеру про Брежнева и Картера. То есть, Брежнева и Картера про Вархачова Рейла. Значит, звонит Картеру и говорит, слушай, мои идиоти тут все наплутали. Мои придурки все наплутали. Мои, значит, ты ничего, передаю тебе по литерам. Машера, Устина, Демичев, Андропов, Ирленко. Да, это очень простой анекдот, но он про десакрализацию. Не про критику, а про возможность, действенно, это прямая у нас есть возможность принизить хотя бы таким чином. Ну, и можно ли сказать, что оружие слабое, было слабым оружием? А, так, дякую за запитание, нет, но, может, я стверджу еще не, оно было сильным, но, оно было сильным своими собственностями. Ну, опять же таки, если, когда мы пытаемся разломать других, на это не выходит, если первое второе, то это выходит. И вот, что, 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 она уже стала настолько известной. Нет, она не была слабой, она была сильной, и как раз, когда все десакрализировалось, она победила решительную роль, потому что именно тогда уже и начали официально использовать и публиковать анекдоты. Их, навіть, продавали электрички, вы, наверное, запоминайте, и это уже стало, так бы, может быть, официально культурой. еще одна интересная деталь. Был момент в Российском Союзе, когда мы обеспечили слово «медо». Сейчас я объясню. Была такая передача на радио «Маяк», называлась «5.25». Ранковая была гумористическая передача, как раз там люди сдурялись на работу, там, где, все в ней началось, и там была наша популярная рублика «Инга, радостно, анекдоты». И десь, я не могу сказать точно, акририк, 82-83, раптом, замість анекдоти стали говорить из этих коротких историй, что-то, короче, это слово просто наоблухо с этой передачи не прибрали. За Андропова? Что? За Андропова? Можливо, за Андропова. Я намагаюся приготати, я не могу приготати, но я помню, это было показово, даже мне запоминалось, слово «анекдоты» стал официально использовать, он стал забронен словом. что вы заменяли. А, сейчас запросите, что наоблухо будет выяснить. Что ваш выяснили! можно. Например, я уже сказал сильно известного Василия Ивановича Чапаева. Есть поширена трубка, почему выникла эта серия анекдотин. На нижней 60-70-х годах прошел реставрацию Ким Чапаева, в том числе, что было в выпусковой войне. И там есть любимая фраза. И я думаю, что это ответственность Радянской интеллигенции на эту фразу в этом фильме. Приблизно можно обозначить и дома для реставрации этого фильма. И когда я за их фильм вошел в Джавер Сарану вглядит на киноэкраны, потом массово пришли анекдоти правоседей. А вот Чапаева можно обозначить. Да, я специально дякую за новаку. Нас правді не все випадки такими знают різни, это правда. И с Чапаевым это так уж, я думаю. Например, анекдоти можно обозначить. Просто мы не пережили, что мы все. А я тогда играла как профессионист. Ну, мне это зашкодило на определенном мере. И так же про Штівниця можно легко додавать. Хоча там очень иногда такие сюжеты, но не важно. Они все-таки являются на детском суспільстве. Дуже много анекдотий можно своим министром додавать, например, про Бобочку про Ленина. Потому что вы святкували юбилей, и там есть напевно какие-то паралели. То есть что-то должно быть в будущем. Стои роки Володимира Ленина после этого, когда его славили на всех телеканалах, радиостанциях и газетах, пошла серия, она не хотела про Бобочку, я заварювану и ГВ. И, например, про Володимира Ленина. Ну, это Ленин в Польше, там еще есть. Триспальная кровать Ленин с нами. И что еще выпустила радянская армия? Промысловисть до вторичей людей? Не спираясь на то, что радянская суспільство было... Это была здоровая реакция радянского суспільства на то, что Ленин уже сушенился. Досит. Досит. И будем еще не смеювать. То есть у нас взрывы с радянской владой, это цифры людей, которые родятся с этого проекта. До речи про то, как приватное и официальное, как люди обходили радянскую идеологию. У нас в Харкове была такая Александра Лесникова, Ачтица, которая представила в нашей областной филармонии. И вот я не помню, если это было 100-летний Ленин или Кизишин, но короче, 22 апреля, день народа Ленина, все нужно только про Ленина. Ну и концерт. Как она выкручивается? Она выкручивается, что она будет читать улюбленные твори Ленина. И читает все, что забудется. Кто думает? Улюбленные. Улюбленные. Ну, конечно, ничего не идеологического, ничего про революцию, но концерт тематичный улюбленные твори Ленина. Выкручивается этнические анекдоты. Почему? Ну, в общем, в общем, есть версии, почему почти все нации родственники, они так изменятся, да? Чуточки, любые армянные, еще и какие-то, из украинского, выбор, внутреннего, скажем, культурного, русского, русского. Ну, вот так, на английском языке, ни одного анекдота про русский народ, о том, что в ней петрамуды, как украинцы, как украинцы, как украинцы. Нее, русские, это, по-другому, это, по-другому, не с... Американцев, не с... Да, по-другому, там очень... Был дорог. Тоже я хотела так... Він порівнювався не з іншими этносами СРСР, а він порівнювався з американцами, типовый анекдот, американец, французский, русский. И русский завжди виходит из всех социалов. Ну, я думаю, он просто представляет Российский союз и все. То есть, как Россия, не мова с дулицей, так же не мова с анекдотами, но россияне, они выступали на международной арене от этого рейтинского союза, как такими анекдотами. Но, очевидно, этническая анекдота... ...то еще шоколаду життя с этничною люди. Включать по 7 мая, звісно, уже мы про проговорили, там Штилис також, а для чего они походили життя? Чому они з'явилися? УС. и представленность в Радянском Союзе. Скажем, про премьерность. Почему этносы стали персонажем радянских анекдотов? У нас, правда, национальное вопрос о Радянском Союзе болюче, потому что, как Терри Мартин сказал, в Радянском Союзе нужно было одночасно демонстрировать национальности и конструировать, чтобы они были радянскими таитными. Это, по-перше, помогало выгадывать разные анекдоты, потому что это, в целом, этнично. То есть, обращаться со своими сусидами. И тем более, что Радянский Союзе сприял этому обмену, домками, и, вообще, образами, между истинниками и разных национальностей. Тем более, это относится каких-то анекдотов, которые не очень члены. Особенно это относится анекдотов украинских и москалей. Почему ты, москаля, такой пилкой перехилюешь? Одна вещь остро, если у меня есть частое наткнение, например. Вот так. Я сказала, что корреспонденты, но это не дубльская информация, но она, на самом деле, не кратная. Да. Я могу сказать, что я хочу сказать, что через эти анекдоты до нас впервые пришла тема ОПА. Мы еще не понимали, что это такое. Воно еще не было. Но первое от Луня приходилось через анекдот. Сусида, ты почему квити масилом поливаешь? Они же загинули. Нехай квити загинули, лишь в зброях не полежали. Это анекдот, я помню, в тех временах. Это анекдот. Это анекдот. Украинский. Про то, что... Сусида, а чому ты квалишь Прима, а не Космос? Скажем, ну Космос же 70 тебе коштует, а Прима 15. А что ты квалишь, когда Прима будет стоять 70? Ну, как что? Да. Да. Ну, это моя версия, что мы так, что мы возникали, эти этнические не будут. Но я забываю послуху вашу, потому что тут также есть дискуссия. Значит, вы говорили про проблему? Да. Мне кажется, тут особо проблемен. Но там, в том направлении есть достаточно. Это огромный архив. Это огромный архив, который можно поднять, открыть, и можно даже персонально обеспечить. Это огромный архив. В Родянском связи за этим связали? Я понимаю. И даже можно представить архивы веземки радянскими, не только сейчас, как в СБУ, но и даже ЦРУ, и документы они их выкладывают, они сейчас обеспечивают доступ. Они тоже интересуют. До вечерин. До вечерин. До вечерин. До вечерин. Что до ЧУКЧИ, я имею версию, не знаю, насколько это моя версия, что ЧУКЧИ было народом, который россияне так и не подкорили. Это веке Новых Пикночей, и на самом деле это закончилось, чтобы россияне их строили, но подкорили напрямую их не смогли. И тому образ Тупого ЧУКЧИ это властно владеет на оперу, властную мужу, и в нас врате много 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 что ЧУКЧИ не понимают. И этот стереотип взяли из него веке. Но это можно много чего. Но это была моя помощь в моих многих лет. Когда ты хочешь сделать что-то настолько достойное, что ты можешь татуировать некоторые сюжеты. И поэтому я пришла на еще один материал. Но на самом деле он не умеет вернуться к нему. И так, я понимаю, все можно практически все татуировать. Большое что с контекстом. Например, что в Москве взяли трусы, потому что пиджак Брежнева впав на подлогу. Это когда было 5-я зеркало, 4-я 4-я с амботом. Бага анекдотик. Замали выходила с Ту-стом, что слабо будут проинформированы про киролевские люди, про житя своих, можно называться. Брежнева смеяться над красноязычным портаппаратчиком, который вылез на трибуну и красноязычно что-то там вещает. Это смеяться над боевым офицером, который получил изгородение в бою, которое мы через из кусочков. Это именно это получают все. да, но все таки, когда мы были поможнивать, они сами строят себе образы. Начинают демонстрируют и в ароматах и я стар, я очень стар, супер стар. ну и классично это соседские страни. Все родители, старшее поколение смеяться, что это означает, а молодь не понимает. Это социалистические страни у покинания и это не а систематизм. систематизм. Это систематизм. Да, это систематизм. Получили. Да, это вашу возможность. тем не менее, у вас вопрос. Смотрите, откуда у радянского дискурса уже 20-х была эта проблема? Я ставился до смеху, это нормальное или нет. Это природная качество. И у меня сразу несколько гипотез возникает, что это традиционная культура. Потому что традиционная культура есть религийная культура, которая не смеется, но есть народная культура, которая взаимодействует с высокой культурой. И там очень много смеха. Но при этом регулярно возникают религийные утопии, на счет того, что в Новом Раде старого приятности смеяться не можно, но в результате люди начинают с семьи себе спать. но культура культура не не а и идеал не жар. и 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 с с и и и с и 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 , и это что я пристая Они конфликтировали и пытались создать этот проект, который строился на народной культуре, в том числе, но на другом уровне. То есть народная культура, которая производит новую человеку, иногда даже над-людину. И эта над-людина должна быть совсем другая. То есть не такой, как в капиталистическом мире. И так то дештокируется этот традиционализм, потому что мы все-найкраще от народа взяли. И потом мы будем додавать все-нешего. Просвечивать ее. Мы будем ее делать кращим вояком-то революционером. Нет, это поединение. И то, что мы не можем смеяться. Революционный аскетизм, который должен быть, это результат этого надпроекта. Над идеей, которую мы пытались сделать. Что на самом деле человек должен служить. Она должна стать гвинтиком в лучшем смысле этого понимания. Она должна быть срекаться от себя. Это Ради Суспільного Влада. Ну, конечно, потом начались уявления. Революция уже не была на весь свете. Она была в институте. Но очень рано за уважение. Дякую. Что касается Макса и Энгельса. Ох, интересная тема. Насправдя не встречали такой глубокой рефлексии именно в них. Чи мают про Утарьи смеяться, как мы будем пробирать революцию. И, насправдя, жодного разу они не сказали, что мы будем. Что мы будем. Что мы будем. У нас еще до позже. Я точно могу сказать, что тут уже велигийная складыва, взяла вопрос. У вас нет. Это точно я скажу. Потому что у начала 80-х это уже было абсолютно все заратуализовано, засакрализовано. И смеяться было не можно, потому что это святы. Это уже чувствовалось абсолютно очень. Я хотел бы спросить, что то графики, которые показывают, как изменится часто великих и малих текстов, и они часто увеличиваются часто как-то. Но у меня есть немного альтернативная идея, что после 30-х и 40-х это еще радянское суспільство, потому что это, которое осталось от Российской империи. А в Российской империи там была достаточно высокая часть освещенных людей. И поэтому гумор был переважно ознакомлен на людей, начинавшими церей этого класса достатку, и тех, которые могли усиливать 2-3 тысячи знаков, которые там были. А по тому, как эти люди, которые писали и читали эти певетони, они в природном и неприродном шляхе начали все больше покидать для альянское суспільство, с одного боку, а с другого боку до мест пошло все больше переезжать селядник, то все больше доводилось обратиться самим до простых форм. Ага, очень интересная думка, нужно будет мне помеховать над ней, но как мы сделаем, почему мы будем делать современный станок культуры, потому что на самом деле, я считаю, что здесь будет продолжение этого процесса, но он зашел даже дальше. Если у 50-40-х годов стало широко доступен этот массовый гумор, то сейчас этот гумор... Если у нас есть несколько картинок, какие-то жертвы, которые могла продвинуться, там 10 на день было, а когда сейчас три сотни жертвы, то, конечно, что доводится их сейчас укорочивать и укорочивать. Давайте поделиться на абсолютную величину для старинных текстов, для великих текстов. Она же дещо майже стабильна. Для малых текстов объем збільшается, а великих стабильных. А еще вопрос. Что такое зображение? Классификация за маленькими, середины и желаниями? Сейчас, поясню, так. Классификация – это две точки зрения. Другая. Это будет изображение, потому что у нас эту страницу – это зарядка. Середине изображение – это, например, сцена, то есть окремая самостейная картикатура, яка занимает эту должность, если что-то с ним, так может быть. Татьяна, я буду проверять, я думаю, что он не захватывает вода и сладится. А у них маленькие тексты. А у них маленькие тексты. Как рассказать? Это зависит от того размера, который занимает нас старинцы в Италии. Все станет в Италии. Что касается стабильности в Италии. Ну, там же был еще один, как сказать, дизайн самого журнала. Я помню, так. Там была, да, одна рубрикация, которая была постоянная. Маленькие можно было воювать, а там… Сколько там слов от редакции? Да, да, да. Обовязковое поведение. Ну, а потом уже все уполнение… Ну, а потом уже уполнение… Ну, а потом уже… Маленькие, пожалуйста, пан Александр. Для неписьменных циган в ту радянскую периоду, в Уссене, в 15-й частушке, то больше части нам нередные письмены на село на российской территории не было отключено от румору. И… А за форму… Вони споживали не фрегетурги? Вони за форму споживали не фрегетурги. А именно потребно было. Ну, я просто, по частности, в 20-х рокахах поездок в российский Володя Часкушина мотивы песни про стенку разина, в стелочке про группу с Управильным. Ну, и все. Именно, я не шури, чтобы было так. Власне, еще пытания будут? Якось, ноутрию. Ну… Почекава тема, да. Бабавато чему хочется про это сказать. Давайте подякуємо пані Катерине. И давайте перейдемо після нашей лекции до неформального спілкування с взачарем, где вы можете задать питания, которые вы, ну, чему-то нескуртиво задавали в официйном. То есть, официйного гумора перейдемо до неофицийного. Будемо згадывать и пришли нам. И, власне, тоже дякую пане Катерине Зали. Дякую вам за увагу. Дякую, что вы до нас приходите и залишаетесь там. По-прече, он лежает наше… Небагато, где есть наши флайеры. Кто пытался для нас в интернете, там есть наш интернет и наш интернет-адрешка. И я думаю, что паня Катерина з нами залишится в правильном селе. Да. И только покажу ей еще раз. Выступили, мы уже попросили. Мы уже не можем. Да. Дякую.